Жалобы на свалку Ядрова жители Волоколамска писали и озвучивали в виде протестов не один год. И вот что называется гром грянул. 76 детей увезли в больницы, некоторых прямо из школ, других доставили родители. Местное население говорит о массовом отравлении, а приехавшие представители власти, в том числе губернатор и глава района, получили от местных жителей внятный ответ в виде протестов, криков и брошенных в спины снежков. Впрочем, приморские зеленые активисты и экологи не спешат быть скорыми на расправу и предполагают, что в этой ситуации все может быть не так однозначно. Если касательно вот этой проблемы, да, то есть я вижу две причины возможные, да, действительно ее начали спешно, грубо говоря, упаковывать, да, технически, и могло накопиться, и, то есть если она такая огромная, а ее крайне спешно утрамбовали, то мы получили такую мощную концентрацию. Либо, имеем дело, все-таки с другими токсичными веществами, это еще предстоит выяснить. Что касается Владивостока, уверены зеленые, его вряд ли ожидает повторение сценария Волоколамского инцидента. Проблема, по мнению экологов и активистов, во Владивостоке и Приморье может иметь несколько иной характер. Все-таки у нас сейчас этот комплекс ТБУ, который построен, да, но он действует, то есть у нас такой открытой свалки на горностайне нет. Проблема, на самом деле, в первую очередь, не столько в мусоре, сколько в соблюдении технологий, да, то есть если взять угольные наши терминалы, которые как бы старались, строились... Но ту самую технологию, по-видимому, так и не соблюли. Сегодня уголь переваливается стивидорами фактически на открытых площадках, пирсах и портах. И все они, как и в случае с Волоколамском, находятся внутри населенных пунктов. Стоит ли говорить, что и там уровень концентрации пыли, который дышат взрослые и дети, превышает все мыслимые показатели. Что касается свалок, в Владивостоке однозначно есть над чем работать, но здесь есть мусоросжигательный завод. Полигоны ТБУ с грехом пополам, но консервируют, как в случае с вышеупомянутым горностаем. И не будем забывать про свежий ветер с моря. Впрочем, видные приморские ученые, как, например, биолог Владимир Раков, не столь оптимистичны. Дело в том, что у нас старый полигон, горностаевская, так сказать, свалка, вообще известная, она содержит за почти полвека эксплуатации. Там накопилось очень большое количество органики. Она километр в длину, наверное, несколько сот метров в ширину и высотой несколько десятков метров. То есть там миллионы тонн отходов. По словам ученого, все эти прелести прикрыты тонким слоем земли, а по периметру воткнули трубы до газотведения. Однако горностаевский органический монстр буквально дышит, уверен Владимир Раков. И газы, которые образуются там при гниении, представляют огромную опасность. Потому он и его коллеги не раз обращались к властям с предложениями по усовершенствованию рекультивированного объекта. Рекомендовали им газоотводные трубы подвести и повыше их над землей поднять, чтобы они, так сказать, там никто не пострадал. Поэтому свалка дышит, и из нее газы выделяются. Это старый полигон. Кроме горностаева, в Владивостоке и пригороде существуют еще полигоны мусора. Однако там даже по информации ученых и экологов ведется сортировка и грамотное освоение мусорных богатств. Несмотря на вполне методичную работу по ликвидации стихийных свалок, администрация Приморской столицы от комментариев по поводу возможности повторения во Владивостоке волоколамского сценария воздержалась. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова